Всем привет! Сегодня я разберу ноутбук Aspire Winitro с целью добавления SSD и ОЗУ. Разборку начинаем со снятия декоративной панели. Подделю ее аккуратно пластиковой карточкой с внутренней стороны. Не усердствуем, так как можно поломать защелки. Под накладкой мы видим три винта, которые мы выкрутим чуть позже, а пока переходим к нижней части ноутбука. И выкручиваем все винтики, которые видим. Обратите внимание, что некоторые винты отличаются между собой по размерам, поэтому не перепутайте, чтобы потом было легче их вкручивать назад. Тут я немножко ускорил видео, чтобы не затягивать процесс разборки. Далее вынимаем привод оптический, если он есть в вашей версии. Приходим к тем трем винтам, которые были сверху, но мы их не выкрутили изначально. После чего аккуратненько поддеваем пластиковой картой со стороны DVD по верхнюю панель клавиатуры и отщелкиваем все защелки по периметру. Аккуратно, не усердствуем, дабы не сломать защелки. Сразу после отщелкивания сильно не дергаем, так как внутри подсоединено несколько шлейфов, которые нам нужно аккуратненько отсоединить, прежде чем убрать клавиатуру. Делать все нужно аккуратно, чтобы не сломать никакую защелку, так как нам еще все придется собирать обратно. Убираем клавиатуру и получаем доступ к внутренностям. Для начала отключаем аккумулятор, аккуратно вынимая разъем. Дальше отключаем все возможные шлейфы, которые идут в материнской плате. Аккуратно соединяя их, склеивая скотчи, которые держат провода из разъема. В данном случае тут заклеено очень много возле крепления, чтобы провода не ерзали лишний раз. Дальше отключаем провода от Wi-Fi антенны. Внимаем сам модуль Wi-Fi, так как он тоже будет мешать полностью снять материнскую плату и перевернуть, так как нужные нам разъемы ОЗУ и М.2 для SSD находятся с нижней стороны платы. Аккуратно все снимаем. Далее нам нужно будет, чтобы легче было перевернуть материнскую плату, открутить помимо основных креплений самой материнской платы, вентиляторов, еще и крепления кронштейнов, которые держат крышку ноутбук, так как они там немножко мешают свободному движению материнской платы. Когда мы ее выкрутим, нам будет необходимо ее немножко сдвинуть вдоль корпуса, чтобы вышли разъемы из-за цепления, а этому мешают именно кронштейны, которые держат крышку ноутбука. Вот в данный момент я как раз выкручиваю крепление. И полностью снимаю верхнюю крышку. Теперь забыл один винтик. Все делаем не спеша, без резких движений, чтобы ничего не оторвать, не поломать и не привести ноутбук в непригодное состояние. Достаем аккуратно материнскую плату, переворачиваем и видим разъем М2 для SSD и второй разъем для ОЗУ. Ну что, вставим ОЗУ, заранее приобретенное, в разъем. Вставляем модуль ОЗУ в разъем, слегка его покачиваем, чтобы обеспечить лучший контакт и защелкиваем. Убеждаемся, что защелки хорошо сели в базике. Устанавливаем SSD аналогичным образом и прикручиваем его заранее подобранным винтом, который аналогичен тем, что крепит материнскую плату. Распаковку, а также тест комплектующих смотрите в отдельное видео. Ссылки будут в описании и в подсказке. Все, начинаем сборку в порядном порядке. Аккуратно все вставляем, возвращаем на место. Крепим все провода. Прикручиваем материнскую плату винтами, которыми она крепилась. Возвращаем петли крепления кронштейнов крышки ноутбука на место и закрепляем их винтами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Грепим модуль Wi-Fi на место, не забываем подключать антенны, чтобы потом не было удивления почему Wi-Fi плохо ловит. Фиксируем антенный кабель в предназначенных для этого местах. Субтитры добавил DimaTorzok Клепим шлейф матрицы на место, включаем его в разъем, все возвращаем в исходное положение. Включаем батарею назад. И начинаем подключать шлейфы клавиатуры. Ну тут честно не показано как возвращаем DVD назад. Этот момент остался за кадром, лучше всего было бы его подключить еще до того как присоединили аккумулятор. Устанавливаем на место клавиатуру, защелкиваем все защелки. Затягиваем винты. То же самое делаем с обратной стороны ноутбука. На этом разборка подходит к концу. Ноутбук успешно модернизирован. Тест новых комплектующих и производительность смотрите в новом видео. Понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока. Пока. Пока.